Коммерческая реалитетная новость для ближайших рынков. Как арендаторы влияют на итоговую классность объекта и когда они начнут голосовать за объект рублем? Об этом мы решили поговорить с Ириной Флоровой, руководителем аналитического направления Сиби Ричард Эллис. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Во всех существующих классификациях офисной недвижимости оценка арендаторам здания не предусмотрена. С чем вы это связываете и не пора ли сегодня приглашать арендаторов к оценке здания? Да, действительно, арендаторы – это конечные потребители, если можно так сказать, продукта, то есть офисного здания. И действительно, их мнение крайне важно для рынка. До сегодняшнего момента их мнение официально нигде не присутствовало, именно потому что некому было организовать именно сбор мнений арендаторов. И я очень рада, что ваше издание проявило такую инициативу и выпустило рейтинг, именно в котором значится мнение арендаторов об офисных зданиях. Я считаю, это очень хорошая инициатива для нашего рынка. При подготовке рейтинга мы столкнулись с такой парадоксальной ситуацией. Очень многие арендаторы отказывались участвовать в проекте, аргументируя это тем, что они не хотят ссориться с собственниками. Получается, что арендатор по-прежнему боится высказывать свою точку зрения, и мы по-прежнему имеем дело с рынком арендодателя? Я думаю, что нет, еще рынок арендодателя не наступил, все еще рынок арендатора, но возможно арендатор имеет определенную гибкость до того, как он подписал договор аренды, а после того, как он подписал договор аренды, наверное, уже он может быть действительно каким-то образом боится портить отношения с владельцем. Ведь несмотря на то, что обычно в договорах аренды сегодняшних, особенно на здание класса А, очень подробно прописываются все условия, но тем не менее на 100% до конца все прописать очень сложно. И если случится такая неприятность, как испортится отношение с владельцем, то тогда действительно арендатору не хочется рисковать. У него огромное количество сотрудников, к нему приходят клиенты, и если каким-то образом хотя бы чуть-чуть имидж компании будет испорчен, то это будет очень большой урон для арендатора. Ирина, а недовольство арендаторов в принципе может сегодня влиять на арендную ставку? Да, конечно, но арендатор обязательно должен обеспечить себе возможности для того, чтобы эту ставку обсуждать. То есть идеальный вариант – это если после истечения трех лет аренды арендатор имеет право для того, чтобы обсудить еще раз договор, еще раз ставку аренды. И если в течение трех лет он недоволен какими-то моментами, но они для него в принципе терпимы, то он может воспользоваться своим правом пересмотреть эту ставку, прийти к владельцу, перечислить все пункты, которым он недоволен, и попытаться… Но для того, чтобы именно влиять на снижение ставки, на обсуждение ставки, он должен в начале, когда он подписывает договор, именно обеспечить себе вот эту возможность. Ирина, а может арендатор сегодня влиять на выбор управляющей компании? Потому что, опять же, как показал наш рейтинг, это еще один такой пункт, которым очень недовольны арендаторы. Думаю, что да, если это крупная компания, якорный арендатор для владельца, то, конечно же, его мнение будет учитываться. И я думаю, что возможно и участие в привлечении вот этого крупного арендатора к рассмотрению тендерных предложений по управляющей компании. Но, опять же, если не прописать в договоре о том, что в случае, если управляющая компания не соответствует определенному уровню, владелец должен ее поменять. То есть два случая, если это прописано в договоре, и если владелец проявляет, так скажем, добрую волю в этом отношении. Как выяснилось по нашему рейтингу, самые пафосные объекты столицы получили достаточно низкие оценки. Вот как вы считаете, с чем это связано? Это связано, может быть, с тем, что чем выше арендная ставка, тем больше создание спрашивает арендатор? Очень интересный, на самом деле, феномен. Я очень удивлена, потому что здания класса А, которые вводились в последнее время, они отвечают очень высоким стандартам и техническим, и дизайнерским, и архитектурным. Поэтому достаточно странная ситуация. Ну вот, как я думаю, быть может, арендаторы этих зданий, крупные иностранные компании, которые имеют возможность сравнивать, может быть, их штаб-здания, их штаб-квартиры в европейских странах находятся в зданиях, может быть, по их мнению, более высокого уровня. И, может быть, поэтому они так говорят о московских зданиях, потому что, с моей точки зрения, вот эти новые здания класса А, которые вводились в последнее время, они очень достойные. Ну, получается, что офисный рынок класса А за рубежом не очень соответствует московскому офисному рынку класса, если те здания они оценивают выше, чем московские? Ну, естественно, мы работаем на разных рынках, это совершенно разные рынки. Рынки Западной Европы, они уже функционируют в течение более чем 100 лет, в то время как московский рынок, он всего 15 лет. То есть у них уже наработаны какие-то свои системы, структуры, подходы, стандарты качества. А мы только работаем над этим, то есть наш рынок только-только осваивает эту нелегкую науку. И поэтому, конечно же, мы не можем говорить о том, что качество там и качество здесь, оно сопоставимо. Что бы Вы посоветовали сегодня делать недовольным арендаторам? Те здания, которые мы оценивали, это потолок возможностей офисного рынка в Москве. Куда идти дальше? Я думаю, что основной момент, который не устраивает арендаторов, это, наверное, функционирование технических систем в здании, вот работа в управляющей компании. Я думаю, что у них один выход, просто методично сообщать о своем недовольстве. А вам не кажется, что это может быть связано отчасти с тем, что на рынке до сих пор не существует стандартизация услуг управляющих компаний? Мы имеем ряд лидеров в этой сфере услуг, и действительно, может быть, пора, как Вы правильно говорите, им объединиться и выработать какие-то базовые стандартные пункты, по которым бы они могли работать. Да, я думаю, что в этом тоже, наверное, правильно дело, что, наверное, у каждой компании, управляющей свои понятия, да, качестве, свои стандарты, а общих таких представлений нет. Да, это, наверное, могло бы помочь повысить уровень услуг этих компаний. Ирина, спасибо Вам большое за интересную беседу. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо. Таким образом, получается, что чем больше недовольные арендаторы будут говорить о своих проблемах, тем больше у девелоперов будет мотивации совершенствовать свои объекты. Ведь они строят их для конечных пользователей, а потому их мнение обязательно должно учитываться. Оставляйте свои отзывы и комментарии на нашем сайте serenews.defistv.com. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok